Здравствуйте! Всем привет! Сегодня Хаман нам расскажет про то, нужно ли женщинам быть равными мужчинам. Спасибо, Хаман. Я рассматриваю, что всегда, мне кажется, нижние классы хотят быть равным выше. В момент, когда мы говорим о том, что мы хотим равенства или нужно ли женщинам равенства, мы этим рассматриваем женщину ниже мужчины. А мы так не рассматриваем в иудаизме, мы рассматриваем, что женщина совершенно другая, чем не мужчина. И женщина есть мужчина, и у них совсем другие должности и совсем другие законы в какой-то мере. Вы знаете, у женщин есть вещи, у которых они обязаны, женщин, у которых они не обязаны, у мужчин есть свои законы. И если бы мужчина и женщина были бы равны, Всевышний бы не сотворил мужчин и женщин. Всевышний бы сотворил только одно существо. Но когда Всевышний сотворил женщин и мужчин, значит, надо женщин, надо мужчин, и они совершенно разные существа, или как можно сказать, разные совершенно вещи, которые были сотворены в мире, и каждый из них совершенно другой. И поэтому мы рассмотрим, что я сам смотрю, я никогда не хотела быть похожа на мальчика. Я никогда не ощущала, что что чем-то мои возможности ограничены тем, что я женщина. Мне кажется, что тут произошли несколько вещей. Одна вещь сейчас как раз исполнится, мне кажется, еще немножко исполнится, 100 лет Советской революции, которая, да, попробовала превратить женщину и мужчину равных. Это государству очень стоит, потому что, понимаете, у него есть очень много рабочих. И мне кажется, для женской психики это просто поломало ее, потому что женщиной остаться она, значит, какая-то женственность у нее была, исчезла. В плане рожать детей и заниматься детьми, это мужчины не взяли на себя, пока, мне кажется, мужчины еще не рожают. Поэтому кто это должен делать, это женщина. Значит, если я хочу равенства, то понимаете, какая вещь, есть какие-то вещи, которые явно мужчина никогда не может делать. И заметьте, что почти, когда мы говорим о равенстве, все вещи, которых мужчины, как будто бы их не должности, женщины берут это на себя. Скажем, если там зарабатывать деньги, женщины берут на себя также зарабатывать деньги. Если это в России даже, если мастить дороги, женщины тоже мастили там дороги. Если быть, может быть, пример, который я часто рассказываю, мы с мужем были в Москве один раз зимой, и мы должны были переезжать рельсы, и там стояла женщина с лопатой и очищала лед, чистила лед. И мой муж попросил водителя, чтобы он оставил машину, и он собирался выйти из машины и помочь женщине бить лед. Водитель пробовал ему объяснить, что это ее работа. Муж не мог понять, как может быть такая работа женщины. Понимаете, что это значит? Мы как будто все мужские должности, которые только есть в мире, мне кажется, женщина взяла на себя. А ее должности никто не взял. Поэтому какое-то равенство. Это совершенно не равенство. Мне кажется, только, вы понимаете, что это сделали? Мне кажется, кто придумал, хотя бы в Советском Союзе явно, кто придумал равенство между мужчинами и женщинами, были мужчины. И они нас уговорили, что это нам стоит. И это имело несколько сторон. Первым делом, как я вам говорю, для государства это очень стоит. Потому что у нее есть в два раза больше рабочих. Женщина, значит, что надо было делать с детьми? Так как дети все равно, они рождаются как-то. Первым делом, что рассмотрели, это чтобы было как можно, я рассматриваю в том, что было в прошлом. Здесь, что я иду в историю. Просто мы в какой-то мере продукт этой истории. Мы продукт того, что произошло в мире. У женщины, у любой есть материнские инстинкты. Для ребенка не было времени. Значит, воспитывать ребенка нет времени, ты должна же работать. Так детей надо взять и отдать в ясли. Или отдать бабушке. Это должна работать. И для женщины это просто ее ломало психологически. Она все время ощущала себя виновата, что бы она ни делала. Если она на работе, она ощущает вину перед детьми. Если она остается с детьми и она не идет на работу, все говорят, что она тратит свои склонности, она тратит свою жизнь. Понимаете, она непонятно на что. И это психологически просто ломало женщин. И, конечно, то, что воспиталось в России, это женщины, которые все подавили, все женские гормоны и все женские инстинкты. И они просто воспитывались очень горькие женщины. Которые все отдали детям, семье, государству. И, конечно, ничего не получили. И еще была та же очень такая болезненная вещь, что или дети вообще никогда не говорили спасибо такой маме. Понимаете, все же было с очень сложной жизнью, и с сложными отношениями. Или это оказывались дети, которые абсолютно зависели от матери. Особенно, если это были мужчины, обычно они были, потому что мать хотела, понимаете, как-то получить. Потому что от мужа она же не получала вот эту любовь, заботу. Она же была мужчина, а не женщина. И тогда вырастали дети, как будто обычно это были более сыновья, какие-то инфантильные, которые мать никак не хотела их отпустить от себя. Чтобы у нее хотя бы кто-то был, кто от нее зависел, кто мог дать ей какое-то тепло или что-то. И вот мы все продукты этого поколения. И мне кажется, что это нам ничем не помогло. Есть это в Америке. И также была еще одна вещь. Я извиняюсь, что открываю такую тему, она не очень скромная. Это рассматривает устное предание. Оно говорит, Не занимались евреи и допускновством только для того, чтобы взять и разрешить себе кровосмешение или разврат. Потому что мы считаем, что есть и диалоги. И люди идут с коммунизмом, потому что они верят в коммунизм. И вот этот говорит, нет, никто не верит ни в какие диалоги. Все знают, где правда. А у людей есть страсти. Есть и Всевышний, и есть Тура, и есть законы. Это ограничивает, это запрещает всякие вещи. А вот если мы сейчас будем коммунисты, и нет Всевышнего, что нам разрешает? Что мы этим себе можем позволить? Видите, как все мы хотим. И один из понятий раскрепощения жизни, как это можно сказать, освобождения женщины, это было для того, чтобы женщина сейчас, она свободна, она может иметь отношения со всеми, с кем она хочет. И это снова было более нежелание женщины, как с мужской стороны возможности разрешить и позволить все. Если, скажем, мы говорим о Америке, так там они, извините, что я говорю, такие глупости, не со стороны иудаизма, я рассказываю со стороны всего мира. Обычно что показывают? Как женщина освободилась в Америке. До этого, если она хотела курить, я не знал, ли вы видели такие фильмы, она пряталась там за какой-то телегой и там курила. Сейчас она может уже, видите, она свободная женщина, она может курить, не прячась за телегой. А сейчас она уже может курить, сейчас она должна заниматься, как говорится, гмеля. Она сейчас должна ходить на курсы лечения, от того, чтобы не курить. Она же понимает, что она освободила, что она получила. Все, что она получила, это совершенно ненужные вещи. Это равенство ничего нам, равенство в кавычках, то, что я рассматриваю, оно ничего не давало женщине. Оно ее просто взяло, превратило в очень горькую и недовольную женщину собой. И это какую-то противоестественную вещь. Женщина нуждается, чтобы, настоящая женщина, она хочет, чтобы ее ценили, чтобы ее... Я не думаю, что нам нужно, чтобы нас защищали, но это приятно, когда нас защищают. И это мужчине так же надо. Мужчина всегда хочет быть рыцарем на белом коне. Если я равноправна ему, так он сейчас не может быть рыцарем на белом коне, потому что ему нужно рыцарь. Я все могу сама. Так я становлюсь мужчиной, а он бедный становится. Он же сейчас не рыцарь на белом коне, потому что его не надо никакого спасать, и никаких там призраков уничтожать. И он тогда становится, женщина, таким, как можно сказать, непонятным существом. И совсем не мужчиной. И это разрушило, мне кажется, и мужчин, и женщин. Но только я рассмотрю исторически, что произошло. И, конечно, дало вот это... Поэтому после того, как начинается вот это освобождение женщины, это поколение, это конец 19 века, весь 20 век, это понятие полного... как можно сказать, в иудаизме то, что рассматривается разврат. И мне в какой-то мере... Я считаю, что это была цель всего этого движения. Который, конечно, имел очень красивые лозунги, потому что это же очень некрасиво, так сказать, это прямо. Поэтому это берут и во что-то, как можно сказать, укутывают. Как я вам сказала, как говорит устное предание, евреи занимались идолопоклонством только для того, чтобы... Какие-то идеи... Только для того, чтобы взять и разрешить себе страсти, которых они хотят. Так это я рассматриваю глобально. Если мы рассматриваем в иудаизме, как рассматривается женщина и ее место в иудаизме... Мы, по-моему, я не знал, ли мы рассматривались здесь. Я просто не помню, как и что. Мне кажется, что мне не нужно никакой равенства со своим мужем. Мне очень хорошо мое место. Я хочу, чтобы он имел свое место. Я хочу, чтобы я имела свое место. И чтобы он был мужчиной, настоящим мужчиной. Для того, чтобы он был настоящим мужчиной, я должна быть настоящей женщиной. Может, когда я становлюсь немножко более мужественной, он автоматически становится кем? Немножко. Понимаете, если я что-то могу, значит, он может автоматически этого не делать. У нас в семье все время же есть какое... Очень такое... Нежное равенство. Нежное самоотношение. Значит, если он пришел домой, я уже что-то сделала, он автоматически этого не сделает. А если я это сделала три раза подряд, четвертый раз, когда он придет домой, он это сделает, он даже этого не заметит. Это уже исчезло из его вообще полозрения. А можно подробнее? Что-то настоящий мужчина, и что-то настоящий женщина? Если мы рассматриваем, у нас в иудаизме теоретически есть, как мы видим в Танахе, у нас есть четыре сорта... Глобально, когда мы делим, четыре сорта людей. Когда мы говорим именно в отношении мужчин и женщин. У нас считается, что Всевышний, когда сотворил мир, он его сотворил абсолютным соответствием между мужской и женским полом, или сущностями, сторонами. Даже если мы рассматриваем имя Всевышнего, у нас есть понятие мужского, мужского влияния Всевышнего на мир и женского влияния Всевышнего на мир. Как скажем, шхина, это присутствие Всевышнего в мире, как вы видите, оно женского рода. Но и видите, любое слово, которое заканчивается на «а», это женского рода. Так даже отношение Всевышнего с нашим миром есть отношение Всевышнего с нашим миром на мужском уровне, есть отношение Всевышнего с нашим миром на женском уровне. И четыре уровня, которые у нас есть в Танахе, это у нас есть женщины абсолютные, вот настоящие женщины, женщины, мужчины, абсолютные мужчины, женщины, которые более имеют мужское начало, и мужчины, которые имеют более женское начало. Почему это делят так на четыре? Когда мы разматриваем в Танахе, это очень просто Если видите имя, которое заканчивается на А Или на Таф Это женский род А если это заканчивается не на А, не на Гей И не на Таф, это мужской род И у нас есть женщины, которые, это их не имя Скажем, как Эстер, как Яэль Как Тамар Если вы знаете, это все женские имена Рахель Которые они в иудаизме рассматриваются как более мужские И у нас есть, скажем, мужчина, как Ягуда Который считается очень женственным Хотя он, как видите, считается как колено царства Он у нас И вы замечаете, есть 12 колен, единственное, которое заканчивается на А На иврите Муше Пишется с Хей в конце Шлюмо пишется с Хей в конце Они тоже у нас рассматриваются намного более женские И это вот глобально Как у нас делится И поэтому мы к каждому из них относимся В соотношении того, что и как И понятие Значит, то, что вы спросили Что такое мужчина в иудаизме Это тот, кто должен давать Женщина та, которая должна принимать Глобально, когда мы рассматриваем Как мы говорим Мужчина – это тот, кто рыцар на белой лошади На белой лошади, говорится на русском И на белом коне, извините Я поняла, что я сказала, что мне надо Мужчина – это рыцар на белом коне Он меня спасает Он мне дает Он приносит мне цветы Или шоколад Он оплачивает за меня Если мы выходим в ресторан Понимаете, замечательно Все эти вещи – это что такое? Он мне дает Он не открывает дверь Он за мной закрывает дверь Понимаете, что это? Он же учится везде Когда он спират Ну, это когда мы находимся Вместе Скажем, как вы говорите Пример Я говорю более в израильском мире Он учится везде У моего Брата моего мужа У него есть гмах Вы знаете, что такое-то Какие-то Какие-то Фонд какой-то Который может у него одалживать деньги Любой израильтянин В любой семье Если нужны деньги Приходит всегда мужчина Он отвечает за семью Он отвечает за бюджет Даже если он учится вещиве И она работает Но кто отвечает На кого находится Все ярмо Семьи Это только на нем И никакая женщина Это просто будет Унижение чести женщины Кроме того Там построено настолько Что это просто явно Что придет мужчина Поэтому кто находится Обычно в таком месте Это находится внутри Ищеват мир Это внутри Ищевы Туда женщине Очень сложно Войти И просто никто Даже не думает Никогда, что туда придет женщина Кроме случаев Когда у женщины нет мужа И тогда там какие-то Возможности Как там есть секретарь Секретарь женщины К тому же не можно подойти Но глобально Это построено для мужчин Потому что понятно Понятно, что туда будет приходить, это мужчина. Как я ему говорю, кроме каких-то особых случаев. Если это русская семья, 90%, вы знаете, кто придет одолжить деньги? Женщина. Значит, понимаете, что я пробую рассмотреть? Мужчина потерял какое понятие? Своего ответственности за то, что происходит в семье. Тут не вопрос, значит, нормальная израильтянка, она будет, муж будет сидеть заниматься торой, она будет работать. Но вот ермо, понимаете, как, значит, я могу зарабатывать, я могу очень трудиться. Но вот ермо и сложность, вот обдумывать, что происходит с бюджетом, вообще не на ней. А в русской семье, мне кажется, обычно это по-другому. Это вот понятие равенства, которое, мне кажется, совершенно не нужно. А женщина – это та, которая умеет принимать. Принимать это очень сложно. Нас также в Советском Союзе, мне кажется, я не уверена, мне так кажется, учили о том, что принимать это некрасиво. Значит, если что-то мне нужно, значит, если мне что-то предлагают, что первым я должен сказать, не надо, большое спасибо. Я уже поела. Я уже поела, да. Мне принесли шоколад, нет, зачем, жалко денег. Цветы, вообще, они же завянут. Вы понимаете, что если так говорят мужчине, он не может быть рыцарь. Он ничего мне не может давать, он вообще не нужен. А вы понимаете, посмотрите, подумайте сейчас, как он себя чувствует, когда мне принес цветы, как он ощущает, что он же сейчас меня обрадует, он меня спасет. Он мне принесли шоколад, что я ему говорю, знаешь, жалко, что ты их купил, они же завянут, можно было найти деньги, купить что-то другое для семьи. И лучше в гашке. Вы понимаете, что мы с ним делаем? Мы какого-то все, мужчина так же любит всегда делать не то, что надо по правилам, а он хочет нас все время спасать и делать нам вот вещи, которых необязательно. Мы какого-то хотим взять эту лошадь или взять ее, рыцарь, он же не работает, он не, есть воин, а есть рыцарь. Воин это тот, кто обязан армии, понимаете, он принял присягу и он должен каждый день делать то, что ему говорят. А рыцарь как, что он делает? Когда он вот приходит вдруг, ему захотелось, он пришел, не захотелось, он не пришел. Мужчине очень тяжело, понимаете, что делать? Быть обязан. Он хочет все время нам делать сюрприз. И мы должны ему дать эту возможность. А мы должны уметь принимать и говорить большое спасибо. Я без этого просто бы не могла. И даже если мне принесли то, что я совсем не хочу, и мне совсем не надо, надо это уметь очень хорошо принять. И в следующий раз, не в этот раз совсем, в этот раз это было великолепно. А если я подумаю, что он еще раз мне что-то хочет сказать ему, ты знаешь, мне бы очень хотелось то-то и то-то. Но некогда он мне приносит, что сказать ему, знаешь, мне это совсем не нравится. Или в следующий раз купи мне что-то другое. Понимаете, какое-то унижение, неприятные вещи. И мы рассматриваем место женщины в юдаизме намного более сложное, чем мужчина. Мужчина у него какого-то немножко более одностороннее, если можно так рассмотреть должность. У него есть то, что он должен делать. А женщина, она рассматривается у нас намного многостороннее. Первое дело, любая женщина, кроме того, что она дочь, у мужчины тоже есть эти стороны. Но мужчина, он рождается, он отец, он рождается с какой-то имя и фамилией. И как вы замечаете, он это имя и фамилию проносит обычно всю свою жизнь. Женщина рождается с каким-то одним именем и фамилией. И что она делает потом в середине своей жизни? Меняет. Понимаете, что я рассматриваю, что у нее намного более сложный ход жизни. У нее какого-то две жизни в одной и той же жизни, у нее две жизни. Потому что фамилия, изменение фамилии, это все-таки что-то, это изменение какой-то нашей сути. И то, что рассматривается женщина в иудеизме, когда Всевышний сотворяет женщину, он рассматривает, что она сотворяет от того, что быть эзакнэгдо. Эзакнэгдо значит помощь напротив и фу. Помощь – это одна вещь. Напротив – это совершенно другая вещь. Быть помощью – это достаточно легкая вещь. Я знаю, что должна помогать. Все, что мне говорят, что я говорю, будет сделано. Делаю, исполняю. Иудеизме говорят быть напротив очень легко. Все, что мне говорят, что я говорю наоборот. Если он говорит так, я должна наоборот быть, я свободная женщина. Он мне сказал так, что я должна делать то, что он мне говорит, наоборот. Я сейчас подумаю сама, что надо делать. И им надо подчеркнуть и проявить мою независимость, что я буду делать наоборот, что было сказано. Он считает так, я буду делать точно наоборот. Быть или напротив, или помощью – это очень легко. Вы понимаете, что я знаю сразу? Кто решает – это он, а что я делаю? Зависит от того, что он решает, я делаю или я выбираю такую роль, или другую. Я знаю семьи, в которых женщина – помощь. Это ей кажется очень простой роль. Она себя просто аннулирует, как человек. Это на английском называется «ошка там». «Ошка там» значит «маленькая голова». Он мне сказал – я делаю. Правильно, неправильно, никаких проблем. Кто отвечает за все? Он. А это как, это легко? Что это? Это ужасно. Есть женщина, у которой это очень легко. Как будто в плане размышлять – это очень легко. Мне совершенно спокойно. Я не о чем должна думать. Я знаю таких семей. Я всегда, когда вижу такую семью, эти семьи очень явные всегда. У них очень однотипный ход мышления в семье. Потому что, понимаете, есть только один, кто думает, и один, кто решает. Я всегда вижу таких семей, которые стоят, вместо того, чтобы стоять на двух ногах, как любая семья, эта семья стоит на одной ноге. Если что-то происходит, она просто полностью что-то происходит с ней? Ломается полностью. Потому что она стоит только на одной ноге, вместо того, чтобы стоять на двух. И кто от этого мучается больше всего? Это не женщина, мне кажется. Это мужчина. Потому что он вообще не развивается. Он все время только слышит кого? Его, себя. И ему, такому человеку, такому мужчине, очень тяжело в обществе. Потому что в семье, он привык, что он сказал, все делают. Когда он выходит в обществе, никто не его жена. И люди вокруг не ошка там. Понимаете, что такая немаленькая голова. И он просто не умеет вообще себя вести в обществе. Он не может себя вести в обществе. И он совершенно не растет. Эта семья как будто становится очень инфантильной. И мужчина такой становится очень инфантильным. Это младенец. Может, он никак не развивается. И жена тоже не развивается. Здесь женщина делает все наоборот. Понимаете, какой ужас. В этой семье что происходит все время? Споры, раздоры. И эта женщина тоже, она же пробует все время доказать своему мужу, что он не прав. Так она его тоже понижает все время. И там нет никакого роста вместе. Мы рассматриваем, что настоящая роль женщины это то, что называется язык нигде. Пожалуйста. Еще задамочий сложный вопрос. Пожалуйста. Я надеюсь, что сможете ненавидеться. Я постараюсь. Мы знакомы, мы говорим, в принципе, в Торе в Лакея, что она, рухи, пусть на Торе сегодня написано о том, что женщина должна выходить за ручьем. Находим. Там сегодня написано о том, что женщина должна рожать детей. То есть если посмотрим по том же Лакея, по как бы желанию Всевышнего, который проявляется в Торе, мы как бы прийти вообще не увидим в этом, что женщина должна или рожать детей, или выходить замуж. Так зачем мне это надо? Спросила она. И потом, если я могу быть так, и в принципе мне никто никогда это не накажет, то есть там какой-то момент о том, что женщина должна наполнять мир. Да, но это, во-первых, с того, что нет ни одной анахилии, где-то, как мужчина, я должна, зачем мне это надо, да, где написано, мне так хорошо, и вот это. Да, но это немножко другая тема, я только, да. Я из этого понимаю, ты понимаешь, как бы, получается, что женщина не должна, и как бы она берет на себя, и ей, в принципе, это не тяжело, и поэтому, как бы, вот это просто, я это не знаю. Так может быть, я сначала закончу эту тему, значит, что такое эзак-но, и потом я перейду к тому, что вы спрашиваете. Спасибо большое, Ура. Эзак-но, значит, я понимаю, что нужно моему мужу, сама. Не он это решил, я это решила. Понимаете, что это как анекдот? Я инициатор. А сейчас я должна понять, как сказать ему, то, что я решила, чтобы это была помощь, а не против. И чтобы он сделал то, что я решила, так, что он считал, что он сам это решил, и чтобы это было ему приятно делать. И тогда он говорит, есть мой генерал. Нет, и тогда он скажет, о да, первым заем, он скажет, что он все это решил, и сам подумал, и сам решил. И он потом конечном где-то же как-то-то понимает. И он тогда очень нам благодарен. И мы тогда очень развиваемся вместе. Поэтому женская роль намного более сложна. И пример, который я всегда даю, у нас есть актер, у нас есть режиссер. Женщина считается режиссером, а мужчина считается актером. И мы не можем рассмотреть, что лучше. Режиссер, мне кажется, в «Оскаре» всегда получает первый приз. Есть приз самого хорошего актера и приз самого хорошего режиссера. Сейчас то, что вы рассмотрели. Всевышний сотворил мужчину так, что у него нет естественного желания жениться. У мужчины нет. А у женщины есть. Обычно, кто хочет выйти замуж, это женщина. А мужчина, естественно, не очень. Но есть другая вещь, это рассматривают как раз, когда в Америке началось вот это движение феминизма, и женщины говорят, зачем нам ходить замуж? Они не хотят, но тоже не хотим. И тогда, видите, это всегда мы же должны быть похожи на них. Что это? Тогда написал об этом очень известное письмо, или я не знаю, как это назвать, сольвечек. И он рассказывал, что это абсолютно противоестественно. И женщины, которая так, кого-то из женщин первым нам так не надо воспитывать, и это противоестественно очень глубокому вещи, которые заложены в женщине. В женщине есть естественное желание быть матерью. Возьмите маленьких девочек. Я знаю, что все говорят, что это потому, что мы их так воспитываем, поэтому девочки играются с куклами, потому что мы так их воспитываем, поэтому мальчики играются оружием. Я, моего сына, не воспитывала играться оружием. Мы, наоборот, даже думали, что он не знает, что такое оружие. Когда ему было 6 месяцев, проезжал автобус, он хлопал в ладоши. Один из первых его слов было такси. Он просыпался утром, показывал мне пальцем на дверь и говорил такси. Это была его любимая вещь ехать на такси или в автобусе. Значит, машины, оружие. Это, самое понимаете, это вложено в них. У нас дома не было этого. Он это находил и сего стрелял. А девочки, которых даже в доме у них не будет ничего, они все равно, когда приходила наша соседка, она шмулька заставляла, это женщина наша, играться в куколки. И она его говорила, что ты будешь папа, она будет мама, и у них там будет что-то непонятное, какие-то там что-то они там между собой. В 2 года, в 3 года. Значит, девочку это вложено. И женщина, которая, она по закону, это особость также женщины, то, что я рассмотрела, как мы говорили, когда из окна их до. Женщина по закону не должна выходить, у нее нет закона выходить замуж. Абсолютно это не закон. Жень, так я объясню, почему. Женщина не должна иметь детей, она не обязана иметь детей по закону. Женщина, она то, которая инициатор. Она рассматривается у нас корень. Корень, он скрыт, и корень не может иметь обязанности. Но если нет женщины, что произойдет со всеми бедными мужчинами? Они не смогут жениться, и у них не будет детей. Женщина, она та, которая приводит к тому, что кто-то другой имел заповедь. Извините, я только скажу, скажем, а женщина по закону совершенно не обязана заниматься турой. Кто тоже занимается турой, это мужчина. Но это рассматривается про хану, это рассматривается про многих вещей, что кто получает больше всего награду за занятие турой, это та женщина, которая приводит к тому, что ее дети и муж занимаются турой. Понимаете, значит, женщина, она не обязана заниматься турой, она не обязана иметь детей. Но именно она та, которая приводит к тому, что ее дети или муж соблюдали или исполняли тот закон, который надо. Женщина как будто не та, кто обязана, а та, кто приводит к тому, что кто-то другой это делает. И это разница между мужчиной и женщиной. И, извините, я только скажу это. У нас есть на арамейском такое выражение «тан-ду-мишевет-аумилу». Это арамейская поговорка. Что женщины говорят лучше «тан-ду» это значит два, я извиняюсь, что я так перевожу «два тела». Значит, женщине все равно, кто рядом с ней. Даже не говорится мужчина, говорится тело. Это может быть лежачее существо, полусидячее существо. Это, понимаете, все равно, что это такое. Только мужского пола. А в каком он состоянии вообще неинтересно. Вообще неважно, чем сидеть. Значит, лучше сидеть вдвоем, лучше сидеть два тела, чем сидеть, чем быть. Арамейлой – это значит вдовой. У женщины есть нужда, потребность находиться еще с кем-то. Это то, что вы меня спросили. Женщине неудобно находиться одной дома. Ей нужно о ком-то заботиться. Ей нужно... Я знаю женщин, которые говорят, мне хочется, чтобы мне кто-то сказал утром «здрасте» и вечером «до свидания». И спросил, как я поживаю. И больше этого мне ничего не надо. И женщине это нужно. Попугай тоже может так делать. Что, да? Попугай, да, можно попугай. Но попугай – это все-таки... Понимаете, как это? Он все-таки не за всем. Он может пытаться, это очень много. Да, но это уже неинтересно. Он летающий. То есть, если я спросил, вы говорите, что с творчею женщины, как бы это по ее природе. Да. Хорошо, тогда я могу все с вами... Да, только вопрос. Извините, пожалуйста. По поводу того, что женщины сейчас говорят, что вы не обязаны замуж выходить, это нигде не написано. У нас в Торе написано, что родители все размножаются. Да. Но у нас есть там также подчеркнуто, что говорится в множественном числе. Плу-урву говорится в множественном числе. Но у нас там есть другое слово, выхившуа, что это относится именно к мужчине. Когда говорится о том, что это надо делать, если вы хотите, я вам могу показать, там должно было быть написано, если говорится множественное число, должно было быть написано «лихбош» — это захватывать. Вы должны размножаться, вы должны это делать. «Лихбош» — это должно было быть написано «кифшу» с вавом в конце, когда это множественное число. А там написано «без вав». Поэтому это рассматривается как только он это обязан. Но понятно, что невозможно платить и размножаться в единственном числе, в единственном роде. Поэтому это написано в множественном. Вы совершенно прочь так написаны, но я вам расскажу всю правду. Если у вас есть хумаш-богащит, можете разобрать хумаш-богащит, первая глава, конец первой книги. Пожалуйста. Пожалуйста. Объясните, если жизнь женщин, у которых это заложено, это добровольность изначально. То есть у маленьких лет она не может быть одна. Ей сложено. А есть женщины, которые наоборот, что ей нужно делать, чтобы у нее исправление. Я сказала заранее, что есть женщины. Я разобрала, что первым делом есть женщины, которые более мужчин. А, то есть это вот эти женщины, которые... Да, у них есть. И у них это... У них другие потребности. Я, по-моему, рассмотрела с самого начала, что есть более мужские женщины, есть более женские женщины. И каждая женщина должна видеть, что и кто она такая, какие склонности. Но глобально... Нет обязанностей. Да. То есть, в принципе, она может так прожить. И это будет нормально. Да. Или все-таки она должна... Но так как она женщина, это... Я сейчас не говорю нормальный или нет. это как будто будет что-то противоестественно для ее глубокой сути это будет противоестественно поэтому я не говорю как закон вы понимаете тут есть есть понятие закона а есть понятие природы вы знаете как пишется на иврите захватывать лихбор кившу должно быть написано кав бе чин ваф кившуга захватывайте ее это написано в первой главе 26 пасук вы хотите кто-то хочет это просмотреть вы это хотите вы можете видеть это рассматривается что тут написано где-то поэтому так как написано без два это какое-то не множественное число а единственное число поэтому считайте что закон относится только к женщине то как мужчине не к женщине я пробую говорить все помните как мне было очень удобно сказать на нет наоборот женщина тоже обязана я пробую сказать всю правду я ни в коем случае не хочу как это да это говорится потом что-то для какой цели это но это как вот немножко другая тема считается что за счет этого когда происходит шево-броход когда есть шево-броход там говорится о том что они чтобы эта пара была как миггенеден бикедем как это было брою первоначально если мужчина знает он находится необитованном острове есть только одна женщина и только один мужчина они всегда будут в идеальном браке может нет выбор и поэтому что это самый идеальный брак это как раз когда нет выбора и заметьте что когда сейчас все выходят замуж у них есть выбор и выбор может быть кого-то чуть не бесконечный мне кажется сейчас развода намного более большой процент чем когда брак как будто бы дела семья и было кого-то меньше выбора казалось что тогда когда брак делала семья или там были все какие-то щедухи или какие-то влияние или что-то политические браки, экономические браки и все остальное. Казалось, что все эти браки должны были быть распадаться в мгновение. Они все-таки сохранялись намного больше и лучше, чем в наше время. Потому что чем тут это психология человека. Чем у человека больше выбора, тем ему тяжелее. Чем у нас меньше выбора, намного легче. Но это совсем другая тема. Понимаете, как это еще другая тема. Поэтому то, что вы спрашиваете, когда нет выбора, намного легче. Если ему говорят, вы знаете, вот есть только он, больше никого нет. Если у вас есть девушка, если парень, то кто по вашему больше хочет заниматься? Девушка, конечно. То есть она хочет на уровне физиологическом? Нет, это психологическая нужда. Я объясню, что это. Это даже не понятие. Это понятие. У женщины есть это называется склонность или даже можно это рассмотреть, как у птичек есть, перед тем, как птички откладывают яйца, они вьют гнездо. И у них начинаются такие гормоны, которые их заставляют, как сказать, что делать? Сливать свое гнездо. То есть у женщин в каком-то возрасте есть вот эта страсть свить свое гнездо. И они просто ищут, как свить свое гнездо. И когда у них нет, девушка даже может сказать, вот я живу там непонятно где, мне, у меня нет дома, мне нужен дом. Мужчина об этом не говорит, а женщине нужен дом. Нужен свой угол, что это был ее. Это вот просто гормоны, извините, что я так это называю на таком примитивном уровне. Понятно, что это? Это свить свое гнездо. И тут, если вы замечаете, я даже не говорю о бедном он, кто там находится. Потому что он второстепенный. Первым делом, что что было? Гнездо. А потом, а он только как объект для того, чтобы было с кем свить гнездо. А у мужчин это не так. У мужчин, но это их не дело. А им это, у них просто есть закон. У них нет этого желания. Вот это вот свить гнездо, у них этого нет. Потому что им это надо, у них есть закон. И у них это все намного более логично. Они хотят детей. Понимаете, как? Потому что надо, надо, обязанность. Скажем, даже вот в плане времени ограничения. У мужчины есть понятие, он должен встать утром. Я очень рада, что я не мужчина. Представьте, надо было каждый день. Вставать рано. Одевать тфелин. Понимаете, как это? Никакой день невозможно. Какая вещь? Я могу встать поздно. Я могу там понятно, где, как. Я могу молиться в автобусе. Мужчина, это не может себе позволить. Я очень довольна. Значит, закон также относится ко мне совсем по-другому, чем к мужчине. Если мы говорим глобально, у нас есть солнце, у нас есть луна. Мужчина символизируется солнцем, женщина символизируется луной. И у каждого есть свои особости. Вот по закону можно подробнее? Пожалуйста. Женщина не несет на себя печать греха мужа? Если муж делает какие-то вещи, то это на нее разве не распространяется? Зависит, если муж более ответственный за неправильные поступки своих жены. И где мы это видим, это когда Сара, помните, что когда она смеется или не смеется, это рассматривается, кто должен, когда Всевышний говорит не Сара, а Всевышний говорит с кем? С Аврагамом, что он сказал Саре, почему она так себя ведет. Значит, муж ведет, имеет ответственность за неправильные поступки своих жены, а жена менее. Но имеет, но менее. Если она в этом вообще никак не имела, она не несет в этом ответственности. Она не знает, что он делает, грубо говоря. Она не несет в этом ответственности. Вы знаете, где мы это видим? И просто каждая вещь, которую я говорю, я должна показать вам, откуда мы это знаем. Это у нас есть Авигайль, которая одна из семей женщин-пручиц. У нее есть муж Наваль, который Наваль на иврите, это подлеца. Я извиняюсь, что говорю такое нехорошее слово. И она говорит Давиду, ты знаешь мой муж, как его имя, такой он и есть. И это никак не мешает ей стать пророчицей. У нас есть другая женщина-двоа, которая считается так же, что ее муж был очень простым человеком. И она его превратила в великого человека. И это тоже, она никак не несет за него ничего. А Аврагам, когда Сара в какой-то момент посмеялась, кто нес ответственность за то, что сделала Сара? Аврагам. И Всевышний сказал Аврагаму, почему Сара так себя ведет, это твоя ответственность. Представите, как нам хорошо. А дети? Что там? А за детей это? Значит, деви, я сейчас рассмотрю, может быть, как, и у нас есть еще, это говорится так же в Псалмах, в 190-м Псалме, в 119-м Псалме, там есть цитат, который говорит, шалом рав, и просто ту же самую вещь говорю, шалом рав луавей тура тиха, в эль наму михшоль. Очень много мира, шалом рав, это великий мир, те, кто любит туру, и у них нет никакого греха. Михшоль, это никакого святыкания. Считается, что у мужчин, самая главная проблема у них, это что они должны заниматься турой, и любой момент, который не могли заниматься турой, в это время не занимаются турой, они несут за это ответственность. Может быть, вы слышали об этом. Только это не значит, что любой момент они должны заниматься. Там человек должен немножко там развеиваться, работать. Но имеется в тот момент, когда он мог заниматься турой, и не занимался, он несет за это ответственность. Это называется бетультура. У женщин нет такой обязанности. Поэтому говорится шалом рав. У женщины есть очень много мира, и у них нет никакого спотыкания. Потому что если она себя ведет хорошо, и она помогает своему мужу, теперь если она ему помогла, и дала ему возможность заниматься турой, если он в это время не занимался, его проблема. Она за это получает награду, как будто он занимался турой. Альтер Рейл уже пишет, что и женщины, и мужчины должны постоянно находиться с Всевышним. Да, я говорю заниматься турой. А если мы говорим отношения с Всевышним, это равноправно. Просто я пробую доказать еще одно доказательство о том, что женщина не несет ответственность за неправильные поступки ее мужа. Понимаете, вы просто меня спросили, я же не могу сказать, я так считаю. Вы понимаете, что я пробую вам показать? Я вам показываю, откуда я это только знаю. Пожалуйста. А почему женщины сравниваются с Луной, Луной и не светят? Наход. Ну, тут у нас есть целая вещь, которая рассматривает Магагаля, и это говорит устное предание, очень-очень длинная вещь такая, что, как может быть, вы знаете, что сначала Всевышний створил, это говорит устное предание, и это понятие, конечно, не физическое, это аллегорическое, это на уровне Ремес, если мы говорим именно о понятии женщины и мужчины, и это тоже одно из сложных отношений женщины. Женщина сначала была сотворена как мужчина, и это понятие, это о том, что говорит устное предание, что сначала Луна и Солнце были равноправны, понимаете, были равны. И тогда Луна, конечно, Луна, кто видит все, сказала, Всевышний не могут два царя иметь одну корону. Ты очень умная, поэтому возьми и уменьши себя. Мне Всевышний не уменьшил Луну, Всевышний не увеличил Солнце, Всевышний не уменьшил в Луне, что сделать? Уменьшил саму себя. И это то, что мы должны делать в нашей семье. Но именно, когда меня муж уменьшает, это уже очень неприятно и неудобно. Если я буду такая же большая, как он, у нас в семье что будет все время? Трени. И мы должны кому-то дать место мужу, дать место детям. Это не так просто. С одной стороны, так вот все время себя в какой-то мере как-то уменьшать. С другой стороны, они же где-то ощущают подсознательно, что кто дал им это место? Мы. И то, что они такие большие, это за счет нас. Если мы это делаем, конечно, очень корректно и очень осторожно. И не подчеркиваем. Потому что, если мы это подчеркиваем, все потеряно. И вы знаете, что женский цикл это лунный цикл. У нас есть много сравнений с Луной. И поэтому тут есть вот это, если мы говорим как раз о равноправии, это одно из очень сложных вещей Луны. Она была первоначально сотворена, значит, я тут говорю не физически о Луне, я говорю, понимаете, как это? Аллегорически. Она была сотворена равна Солнцу. Мы равны Солнцу? Да. Солнце и Луна были сотворены равны. Мужчина и женщина были сотворены равны. А потом она уменьшилась. Понимаете, какое-то это очень тяжелое внутри меня трение. Я ощущаю себя равна. С другой стороны, какая я, когда на меня смотрю снаружи, я уменьшу. И я нахожусь в этом противоположном, в этом противоречии. Спасибо. И это наше состояние. Кто-то мне хотел что-то спросить, я просто не помню. Я хотела спросить у женщины, которая решает, что она будет как-то совершенной, в смысле, что она будет поддерживать мужа. Действительно, это действительно семья, которые их видны. Да. Но она же при этом чувствует себя такой вот последовательной, такой-такой, и как просто... Получается, что она просто не видит, в чем нужно, чтобы муж еще просто сказал. Это как бы это что-то хосор-фухма или что-то... Да. Это она аннулирует все свои женственности. Но выглядит она очень женственная, очень такой как бы покорная, покорная, тихая. Никто не говорит, а никто не говорит, что женщина должна быть тихая, покорная. Это очень удобно. Это слишком удобная роль. В иудезме ничего не идет так просто. Мы должны быть покорны и тихие, но мы должны все понимать и знать и подсказывать. Только мы должны поговорить об этом как женщина, а не как мужчина. Наедине? Это не только понятие. Наедине это понятно. Наедине это даже с любым человеком. Если ему, значит, может быть, мы рассматриваем там другие случаи. Есть понятие, скажем, как пример. Мы можем... Есть понятие победить войну, а есть понятие победить битву. Я буду моему мужу взять, и все битвы я их теряю. Пожалуйста. Всюду он прав, только как ты считаешь. А в конце он сделает то, что я хочу. Может, оконечно войну, и победа будет за мной. Только я это никогда ему не скажу. Я постараюсь так, чтобы не заметил, что я выиграла. У меня есть цель. Я к этой цели пойду. Ты прав, и это, конечно, так. И надо только делать, как ты считаешь. И в момент, когда я так говорю человеку, вы знаете, что происходит? Все его стремление со мной спорить, что делается? Аннулируется. И тогда я его довожу до того, что я хочу. То же самое с детьми. А публично? Публично можно спорить? Я считаю, что публично спорить по закону Туры ни с кем. Ни с кем? Хазумниш говорил, что он никогда не видел, чтобы люди побеждали, чтобы люди чего-то доводили в мире с помощью спора. Женщина участвует в мужских разговорах? Мы считаем обычно, что это не очень скромно. Хотя у нас есть случаи, когда женщины так себя вели. Но обычно... У меня нет никакого желания быть на месте мужчины. Вы понимаете, что это? Есть у меня достаточное моего места, чтобы они имели свое место. Зачем мне вмешиваться бедным им в их делах? Они хотят, пожалуйста, чтобы они разговаривали сами. У меня есть достаточно... 50% существ мира — это женский пол. Если я хочу с кем-то разговаривать, понимаете, у меня есть достаточно публики, с кем я могу разговаривать. Зачем мне участвовать еще в их разговорах? Ну, в русскоязычных семьях принято садиться за один стол, допустим, в те же шабаты. Мы разговариваем сильнее. Да. В принципе, женщины поддерживают диалог. Да. Это снова зависит, как я скажу. Я не знаю, ли тут есть... Тут есть тур? Тут есть тур? Тур Юрэй Дэа. Значит, есть Шурхана Рух, а есть тур. Это та книга, на которой Раби Уссевкару написал свои комментарии. Это написал Раби Яков Бенашир. И там есть комментарии Преша и Дреша. И вступление в Преша и Дреша там рассказывает этот человек, который пишет этот комментарий, о том, как его мама, его отец был Роша-Щива, и ее сын тоже был потом Роша-Щива, и когда за их стол всегда приходили... Вы знаете, что я просто это скажу, кто-то захочет потом, если вас интересует. Я просто не хочу, чтобы вы считали, что я хочу вам показать, где это написано. И за их стол приходили также многие парни-Щивы, приходили за их стол сидеть. И он пишет в вступлении о том, как очень часто, когда был диалог между отцом, его мама высказывала свое мнение, и очень часто она была права. И даже часто есть некоторые законы, которые его отец решил, именно как его мама решила. И на кого-то всех переспомнили. Они смеют. Значит, ну... Пожалуйста, пожалуйста. Да, тут очень много ЮГО-ТА. И вот они очень все это написали. Это должно быть в самом... Я не знаю... Вы знаете, есть также цензура, и я не знаю, что они решили сделать, и написать ли это... Это должно быть вступление. Я не знаю, это очень такое модернное издание. Вот тут он написывает о своей... Маме. Да, вот, пожалуйста. Кто хочет это читать? Просто вы не думали, что я это читаю сама. Вы хотите... Хава, вы читаете на иврите? Кто? Кто? Вы стесняете? Я просто не хочу, чтобы вы... Значит, вы видите, что это считается очень... Вы понимаете, какая это книга? Значит, Тур. Это книга, базис на Шурханрух. Это какая-то еще более базисная книга, чем Шурханрух. Шурханрух – это комментарий на эту книгу. И один из людей, который написал комментарий, Польша, вот Реша находится здесь, он пишет вступление. И вступление – это какой-то сын Польша, он пишет о своей матери. Сначала он пишет о моем отце, он пишет о всем. Потом говорит, я не могу сдержаться, сейчас я напишу о своей матери. В общем, это возможно, и это не запрет. Это не запрет, но это зависит очень, в каких обществах. И это рассматривали также. Значит, в западных общинах это было более принято. Восточных – менее. И это вещь, которая очень зависит от того, что и как происходит. Скажем, я дам пример какой-то другой, но если кто-то хочет, пожалуйста, можно потом это прочитать. Если вы читали вступление, или Герод – это письмо, которое написал Рамбан своему сыну, он там пишет о том, что если ты говоришь с кем-то, не смотри ему в глаза, а смотри вот с опущенными глазами. Помните такую вещь? Я это прочитала. Я спросила папу, папочка. Вы знаете, в наше время люди обычно, когда разговаривают с кем-то, что делают? Так, как я должна себя вести? Если я буду так разговаривать со всеми, что будет? Все непонятно, что подумают о мне? И это будет так же людям очень приятно? Папа мне сказал, нет, в наше время это не показывает никакое, это не дерзость. Был период, когда смотреть вот так кому-то в глаза, это было дерзость. В наше время это не дерзость. И наоборот, кто не смотрит в глаза, это понятие, что он там обманывает или что-то такое, или что-то скрывает. Значит, каждая община, в каждом месте надо понять, что происходит в этой общине, в этом месте. Что принято, и что не принято. И как я вам говорю, на Востоке, и это зависит в каком периоде и как. И в каждой семье так. И в каждой семье так. Женой договариваются, как они и семьи. Как мужу, это будет приятно мужу, это не будет приятно мужу. И в любом случае, мы стараемся всегда не спорить. Покажи мужского, сказать свое мнение, ты можешь быть прав, я считаю так, мы этим можем говорить по-разному. Главное, чтобы мужу был приятный. Да. Точно. И мы, кажется, и все. Иначе можно то же самое сказать в очень неприятной форме, можно то же самое сказать в приятной форме. И мы, женщины, мы должны уметь говорить в большинстве. Есть у вас еще какой-то... Вы хотите, чтобы я это прочитала? Тут просто он описывает. Если мы говорим о понятии места женщины и равенства, так это одно из мест, где вот эта женщина имела в своей семье, как вы говорите, полное равенство. А можно спросить? Пожалуйста. Можно говорить женственно, если вопрос касается вашего. Можно сказать, вы знаете, мне кажется, может быть. Идемте проверьте. Мужчина так разговаривает. Что это? Мужчина тоже так разговаривает. Постерка может быть? Да, ну, можно... Зависит как. Но это скромно говорить, мне кажется. Так приятнее так же всем это слышать. Мужчина обычно должен... И даже если он считает что-то, можно ему дать... Можно сказать, что ты прав. Проверим потом. Действительно, я всегда стараюсь, чтобы... Все, что я говорю, я стараюсь, чтобы вы видели, что это написано. Зачем кого-то вы спорите, и креете мое мнение, может быть, я ошибаюсь, мы идемте проверим. Пожалуйста, вы хотите что-то спросить? Нет, нет, извините. Кто-то хочет, чтобы я прочитала, что тут написано? Пожалуйста. Вы можете это... Извините, можно это переснять? Или это будет слишком сложно? Что-то? В смысле? Не надо? Хорошо. Вы хотите, чтобы я это прочитала, не видите, но тогда это мне ко мне будет приятно. Ну да. Он говорит, что я не могу сдержаться словами, и я хочу вам рассказать о моей великой и очень важной маме, матери, которая была очень скромная и очень праведная, и очень прямая. И он говорит, это моя учительница, Марат Бейла, так ее звали, и он говорит, насколько он был велик, ее отец, так же. И это он пишет, после того, как его мама уже умерла. даже это ни в коем случае не рассматриваешь, но что пробовал сделать? Как-то лестить своей матери. Он пишет, он говорит, что она была такая же, как все наши праматери Ревка, Ахель, Вали Айсера. Понимаете, как он в его глазах, как он сравнивает, которая привела к тому, что мой отец привела к нему очень большое уважение. И она была короной его головы. И она была для него и для его всех учеников. И она помогала ему и всех его учеников, что они занимались турой. И она как будто, все, что мы были, это было все за счет нее. И так же все поколения, которые занимались. И она была красавица, как луна. И прелесть всех еврейских девушек. И все девушки, которые только ее видели, восхищались ее поступками. И она всех их помогала им идти в правильном пути. И все уважение, которое только есть, ей положено. Понимаете, какой? И потом он там описывает. И так же, хотя она была единственной дочь своего отца, который был очень богатый человек. Как будто, как она себя вела и как она старалась там всем помогать. И потом он пишет о том, когда они сидели и занимались, как она всегда выступала и говорила свое мнение. Как она там молилась и все-все написывает о ней. Вы слышали, может быть, о нем? У него жена умерла в середине его лет. И он там пишет в каком-то из комментарий, он говорит, вы знаете, какой ужас со мной произошел. Моя жена умерла. И вы знаете, сколько раз до полночи мы сидели с ней и занимались о вере Всевышнего. И она мне так много помогала во всем. И она меня так во всем поддерживала. Сейчас у меня нет этой жены. И я вообще просто не могу еле-еле существует. И вы знаете, что появились... Ну, тут мы уже рассматриваем отношения между мужем и женой. И в, скажем, примерно 200 лет, даже меньше, чем 200 лет назад, это было даже на Востоке, это было в Ираке, была одна женщина, ее звали Аснат. Ее муж был Рош-Ищева. И он умер очень молодой. И она потом стала Рош-Ищева вместо него. Я забыла, на Востоке, в Ираке. Это можно? Я просто говорю, как факт. И у нас... Я даже встретила одну женщину, которая ее потомок. Просто я это рассказала в каком-то месте, и одна женщина сказала, что она ее потомок. И недавно, когда из Ирака были эвакуированы, когда американцы вошли туда, они эвакуировали оттуда книги, так они там нашли часть книг, которая была написана. Эта книга принадлежит такой-то и такой-то женщине. Это были не просто книги, это были кавалистические книги. Это были, понимаете, очень глубокие книги, которые... И понятно, что они были ее. Как же тогда с этим, что меньше разговаривали, вообще не говорили с женщинами, меньше говорили со своей женой. Так это вопрос, о чем тут идет речь и о каких вещах. О чем? Если это вера в Всевышний, это вещь, которая помогает, это совсем другое дело. Все это касается временных бытовых. И вещей, которых может привести к склоким, к спорам, когда женщина говорит, скажем, жена Короха, вы знаете, у нас рассматривается, жена Короха взяла и разрушила всю свою семью, а жена, он, Бен Пелета, может быть, вы знаете рассказ о ней, устно-придание говорит, что она взяла и построила всю семью, спасла всю семью. И устно-придание нам говорит, это Раши тоже приводит, что один раз, это как пример, что был один праведник и праведница, и они были в браке, и 10 лет у них не было детей, и они развелись. И праведник женился на ужасной женщине, а ужасная женщина вышла замуж, праведница вышла замуж на ужасного человека. Через какое-то время праведник стал ужасным человеком, а ужасный человек стал праведником. Говорит об это устно-придание, вы видите, все от женщины. Это не рассматривается как случайный случай, это рассматривается как правило. Вот женщина на рассматривается не так, кто делает, а так, кто приводит. То, что мы говорили, женщина не обязана быть в браке, но без нее не может быть брак. Женщина не обязана иметь детей, из-за нее есть, рождаются дети. Женщина не обязана заниматься турой, но если не она, у мужчин не будет возможно заниматься турой. И если муж праведник или нет, устно-придание считает, что вы знаете, от кого это зависит? от женщин. И может быть, только у меня еще что-то спросили, я вспомнила, я снова забыла. Про детей еще. Про детей, да. Значит, у женщины по еврейскому закону. Женщина не обязана заниматься турой. Урочка, потом вы спрашиваете, мы заканчиваем. По еврейскому закону невозможно требовать от человека, чтобы он делал что-то кому-то, что он сам не обязан. Вы считаете нечестным. Женщина не обязана делать, у нее нет закона делать обрезание. Понимаете, как женщина не должна, есть целый вопрос, отец обязан делать обрезание своему сыну. Можно ли обязать мать делать обрезание своему сыну? Понимаете, любая еврейская женщина будет стараться, чтобы ее сын имел обрезание. Понимаете, тут то же самое, скажем, если отец умер и есть женщина, которая очень богата, можно ли ее заставить, чтобы она взяла учителя для своего сына? А логически? Может, она же не обязана заниматься турой? Понимаете, какой тут? Потому что здесь кажется нечестно обязывать кого-то делать что-то, что он сам не обязан для кого-то другого. Если человек это обязан сам себе, так он понятно, что обязан также для другого. Если мы рассматриваем чисто, очень строго по закону, есть спор, обязана ли женщина обучать своего сына. Но мы видим, естественно, что у нас есть два понятия. Это говорится в книге Мишлей. Слушай, сын, мусар, это выговор твоего отца, и не оставляй туру, которую учила тебя твоя мать. Значит, отец обычно, он говорит что-то резко, один раз, и нас заставляет насильно соблюдать эту вещь. Мать, она этого не делает. Она нас уговаривает. Она нам капает. Так это называется? Она приводит к тому, что у нас нет выхода. Понимаете, что это? Она нам все время. Поэтому то, что мы должны только это не оставить. Потому что то, что мы это услышим, сто процентов. Не надо нам говорить, слушать. Она нас заставит слушать. Мы просто, что мы только потом это не оставили. И считается всегда, что вот это понятие торы, не говорится, то, что учит женщина, называется туа. Бальти тоже, туат иных. И в еврейских семьях обычно это была база всего воспитания. И база нашего воспитания это обычно то, что мы воспринимаем от нашей матери. И раз говорится про Раби Ушуа бен Хананни, один из самых великих учеников Раби Уханан бен Закая, через которого перешла, можно сказать, почти вся устная, можно сказать, все устное предание. Потому что у него были пять учеников, но из них были два самых главных. Раби Лезер и Раби Ушуа. Раби Лезер, он же шел по мнению Бейт Шамая, а Раби Ушуа шел по мнению Бейт Хилеля. Мы все идем по мнению Бейт Хилеля. Поэтому можно рассмотреть, что устное предание прошло все через него. И рассматривается, что кто привел его к тому, что он был, кто он? Его мать. Ашрэй ладэто. Хвальба его матери. Раби Акива, что он считается отец всего нашего устного предания. Кто привел к тому, что он занимался турой? Рахель. И Раби Акива что сказал всем ученикам? Шели вешелахем Шеля. Мое и ваше все ее. Значит, Рахель не обязана заниматься турой. Но если бы не она, понимаете, это вот это, я просто пробую рассмотреть место женщины. Она та, которая приводит, что кто-то другой делает то, что она решила, что надо. Раби Акива не решил, что он будет заниматься турой. Кто бы это решила? Рахель. И она привела к тому, что Раби Акива понял и захотел заниматься турой. Понимаете, что я тоже говорил про Эзер Кнегду. И это наше место. Вы понимаете, насколько это тяжелое место? Решить, что надо, это очень сложно. Если я решаю, сама это делать, это тоже не так просто. Но говорить кого-то, чтобы делать то, что я решила, и чтобы он считал еще что-то его желание, вы понимаете, какое-то это вообще невозможное вещь. И это каждого из нас миссия. Относительно и наших детей, и нашего мужа. И все это добровольно. И все это добровольно. Битьюк. И все это не по обязанности. Потому что невозможно обязать кого-то привести к тому, что кто-то другой делает, то, что я сама не обязана. И это особо женщина. Можно сказать, что женщине, если, в принципе, есть мануна, это такая инструкция, да, как бы так, что он хороший, такой он плохо. Если как бы там это не написано, можно сказать, что все это так доверяет женщине, что он говорит, дорогая женщина, я этим женщинам буду учить, да? Сто процентов. Но я сама до себя догадаю. Наход, конечно. Точно. Поэтому женщина есть намного меньше законов. И вы знаете, какое благословение говорит женщина? Что ты, Всевышний, спасибо, что ты меня сделал, как твое желание. Значит, мы понимаем сами желания Всевышнего. А мужчина может, и мы понимаем это позитивно. Мужчина может видеть, кто он такой, только на фоне минуса. Что вот я не как она. А как кто я сам, он не понимает. А женщина, и понять, что такое рацион, желание Всевышнего это самая высокая вещь. Что у нас вложено внутри нас понимать не исполнение закона, а исполнение желания Всевышнего. Желание это Это намного более высокая вещь. Только для того, чтобы это было немножко более понятно, это рассматривается, если мама попросила сына принести ей стакан, даже, может быть, сначала принести ей книгу. Послушный сын что будет делать? Попросили его книгу, он приносит книгу. Это что такое? Ему попросили? Делай то, что ему сказали. Если ребенок понимает желание матери, он не только принесет книгу, он принесет также очки. А кто понимает еще глубже желание мамы, он принесет еще стакан чая тоже. Но если мама скажет, принеси мне книгу, чай и очки, вы знаете, этот стакан чая будет иметь другой вкус. Вы понимаете, что это? Вот это женщина. Мне только, значит, мужчине говорят, принеси книгу. А женщина что сразу поймет? Вместе с Никой что надо? Очки и чай. И стол, чтобы читать. И стол, чтобы читать, конечно. Орочка, я вам ответила на то, что вы спросили? Ну, то есть женщина должна осознавать, наверное, какую-то косвую силу какую-то, чтобы... Да, конечно. Которую мусульничную танцую. Да. И это, видите, это очень высокая уроль. Пожалуйста. А вот это благословение, спасибо, что не сделала меня женщиной. Ну, зачем вы придумали? Оно очень обидное. Я не считаю, что оно обидное. Я считаю, что это то, что я вам говорю. Мужчина может видеть себя. И это разница между мужчиной. Значит, если было бы... Но мужчина это хорошо, но женщина каждый день в Сидуре видит... Значит, если бы в Сидуре не было ничего параллельно женщине, и было бы только благословение, что не сделала меня женщиной, а для женщины был бы, в конце концов, пропуск, я уверен, это было бы очень уносительно. Но это и так, иначе. А если у меня есть другое благословение, которое, на мой взгляд, намного лучше? Я считаю, что вот это как раз разница между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит Всевышний, спасибо, что ты меня сделал, женщина. А женщина говорит Всевышний, спасибо, что ты меня сделал, как ты, по твоему желанию. Ну, все равно в этом благословении содержится обида для женщины. Блин. Ну, как, если кто-то говорит, спасибо большое, что я не как она, как ни крути, что еще к этому не перепишешь, то его случится. Потому что он, я просто объясняю, как это. Мужчина может, значит, у нас есть понятие, вы знаете, что я могу оценить свет только на фоне тьмы. Значит, мужчина не может видеть себя без фона. Ну, да, но для мужчины это хорошо, но для женщины это будет. А я, поэтому я бы рассказываю, понимаете, если бы я была параллельно мужчине, тогда те речки должны быть благословения. Спасибо, Всевышний, что ты меня не сделал, женщина. И если бы женщина была какой-то параллельно, что она должна была бы сказать? Ты меня сделал мужчину. А мы нет. Понимаете, как мы не параллельно ему. У нас нет равноправия. Он это говорит в негативном, как говорится, в форме минуса. А наше благословение в какой форме? Плюса. Мне кажется, мы лучше говорить благословение в форме плюса. Значит, мы говорим, что и он, и мы, мы кто-то совсем другие. И у каждого из нас есть другое благословение Всевышнему, благодарить за то, кто мы такие. И он благодарит за это, и я благодарю за это. Почему я не знаю, я понимаю, когда от самого права не сказать, что по себе Всевышний, что ты меня сделал мужчиной. Мужчина так не может. Если бы он так бы сказал, он и мы бы были равны снова. Вы понимаете, как это? Почему нужно разрушаться за счет другого? А вот он такой. Кто? Мужчина. Мужчина. Поэтому, вы знаете, что сказала Всевышний? Вы помните, Солнце и Луна были равны? То, что я вам говорила заранее. Мужчина может себя ощущать Солнцем, только если есть маленькая Луна рядом. Но вы знаете, что эта маленькая Луна, она не подсознащивая маленькая. Она была такая же, как он, только она потом себя уменьшила. И она себя уменьшила, и мне Всевышний бы уменьшил. На ее плане звезды. Да, и она еще получила звезды. Но то, что вы сейчас спрашиваете, это очень щекотливая вещь, очень тонкая вещь. И вот если понять ее глубину, это тяжкие понять разницу между мужчиной и женщиной. Понимаете, что это? Вообще нельзя сравнивать и сравнивать объекты. Да. То есть я могу сравнить, я не знаю, это, не знаю. Облако с облаком. С облаком. То есть моя связь между столом и облаком никакой. Поэтому это то, что я пробую рассмотреть, что женщина одно, мужчина совсем другое. Поэтому благословение, понимаете, как это? Благословение женщины совсем другое, чем мужчины. Видите, что нет никакого параллеля. Но если мы говорим сначала те же самые благословения, как будто бы. Значит, у нас есть какие-то вещи очень общие. Но когда мы говорим, что вместоствовало меня неевреям, помните, как это? Но когда мы доходим до своей сути, женской и мужской, у нас совсем другие благословения. Понимаете, совсем из другой оперы, как будто бы. И у нас более высокая. Да. Это у нас другое. Потому что у нас позитивное, а у них негативное. Мне кажется, лучше всегда, когда что-то позитивное, чем что-то я могу себя оценивать только в плане минуса. А в плане плюса, что я мужчина, они не оценивают. Мне кажется, красивее сказать спасибо Всевышнему, что я мужчина. Так же? Мы даже не говорим спасибо Всевышнему, что я женщина. Мы говорим намного выше. Спасибо Всевышнему, что меня сделал по твоему желанию. Как я вам показала, рацион это очень высокий уровень. Наоборот. Ужас. Тогда они вообще бы не могли жить. Кроме того, тогда не надо было женщин. Тогда можно взять, сотворить мужчину. И понимаете, что это? Чтобы он разалтал. Да, конечно. Это было бы, знаете, есть такие ящерицы, которые одни... Однополые. Двухполые там так называют... Или я не знаю, как это точно называется на русском. Которые одновременно и то, и другое. Было великолепно. То есть, когда мужчина, который отличается от женщины... Абсолютно. ...мужчина, и потом заставила их быть вместе. И этим они, вы знаете, что делать, развиваются. И эти мужчины немножко какой-то... Вы знаете, что внутри каждого из нас есть мужские гормоны и женские гормоны. И это вот целая вещь. И за счет этого мы растем. Духовно очень сильно развиваемся. А когда мы одни, если женщина живет одна, если мужчина живет один, или если мужчина живет с женой, которая аннулировала себя, живет тоже сам собой, это примерно то же самое, тогда они просто не развиваются. И когда вы с ними разговариваете, вы это сразу чувствуете. У человека начинает замыкаться сам на себе. А когда он с кем-то, это все время очень тяжелая работа. И вы знаете, для чего мы пришли в этот мир, чтобы работать? Адам, ли, амали, умеат. И если мы не работаем... Это, как говорится, человек сотворен для тяжелого труда. А когда мы тяжело работаем, мы развиваемся. Вы знаете, если вы смотрите назад и говорите, когда вы очень тяжело работали, конечно, мы все ленивы. Извините, что я так... Может быть, вы не ленивы, но так говорит Арамхал. Арамхал говорит, что все люди ленивы. И все хотят как можно меньше работать. Значит, когда мы находимся в ситуации, когда надо очень тяжело работать, мы со всем этим нам не нравятся. Мы хотим оттуда убежать. А когда мы смотрим назад, мы очень гордимся тем, что мы тогда были. Нам очень хорошо. Понимаете, что это? У нас просто в тот момент есть яцарара. Вот наша лень нам мешает. Но когда мы это рассматриваем логично, значит, если у вас есть дети, и они валяются на диване, ничего не делают, что вы хотите им сразу сказать? Представьте, что-то делается. Почему? Если вы должны любить себя, минимум, как вы любите ваших детей. А муж с женой, это все время очень... Это непрерывная работа. То есть это заключается, что есть конфликты, есть сложности, это работа. То есть, в принципе, если вы не жениться, вы не идите замуж, понимаем то, что обязательно будет конфликт сложности, обязательно будет ругаться. Нет, смотри, я не могу... Я считаю, что не надо доводить это до ругаться. То, что будет очень непросто. То, что он будет считать по одному, а я считаю абсолютно по-другому. И моя вещь, это не доводить это до конфликта. Уметь... И я не должна совершенно аннулировать свое мнение. Но как уметь с ним разговаривать? Ну, объяснить мое мнение. Навязать ему мое мнение. Но это сделать так, чтобы он не ощущал, что я навязала. Чтобы он ощущал, что он сам до этого додонс. Вы помните ревку, который шлет Якова, переодетого в Исава? Что делает ревка в этот момент? Она хочет свою идею. Навязать Исхаку. Но на ней говорит Исхак, послушай, я так решила. Вот это спор. Понимаете, о чем? Я считаю так, ты считаешь так? Она шлет Якова и говорит, Исхак, разберись сам. Кто и что? И какое благословение? Но иногда это против женщины. Рахель, например. Она не сказала, что она идолист. Да. И в какое время? Находно, конечно. Я не говорю, что диалог всегда нужен. Но диалог не всегда должен быть в словах. Ну, доверишь. Да, должно быть доверие. Конечно, должен быть диалог. Форма, как мы это говорим? Я никогда не говорю с моим мужем, как мужчина. Он сказал так, я скажу так. Понимаете, что начинается? Может быть, в России нас... Я не знаю, может быть, я говорю неправду. Нас выращивали, что мы должны быть как мужчины. Когда мы начинаем говорить, как мужчины, а это, понимаете, это не наше место в семье. Ты же говоришь, мягко, может быть, как ты думаешь. И тогда у нас весь диалог совсем другой. Корочка, я ответила на то, что вы хотели? Мужчина не какая-то? Совсем другой. От себя. Значит, мой муж... Да, человек и женщины точно. Конечно. Нахо. Вообще. Нахо. Но совсем другой. А то, никто не хочет выходить замуж за самого себя. Это же ужас. Так если вы хотите то же самое, что вы, вы выходите замуж за себя. Ну, я хоть все знаю, но вот... Да. Поэтому это интрига, это интересно. Значит, мы видим мир, как, как называется, Эдгар. Проект, не проект? Нет. Эдгар, это... Челлендж, челлендж. Челлендж, как говорится на русском. Вы же выживание. На русском такого. Вызов, это как? Это для АССКИ, челлендж. Челлендж на английском. Говорится челлендж? Мы видим мир, как... Сложности. Нет, сложности, это когда негативно. Я объясню, почему я пользуюсь словом челлендж, а не сложностью. Может быть, скажем, когда спортсмен, ему, его тренер дает какое-то задание. Он говорит, это не какая-то сложность, еще раз, что это такое. Скажите, это настоящий спортсмен? Нет. На сегодняшний спортсмен говорит, великолепно, сейчас у меня есть что? Возможно, возможно. Нет, но возможно, это вызов, может быть. Прямой перевод к слову вызов. Ну, вызов, это когда я какого-то вызываю кого-то на дуэль, тоже это вызов. На иврите в слове Эдгар не никакого вызова. Я просто вижу, что понимаете, что мне дана возможность проявить себя как-то. испытания. Что-то вроде, это между вызовами и испытания. Я не знаю, почему-то как это перевести. Это как мы видим мир. И чем больше это сложнее, значит, я смогу взять себя и проявить еще сильнее. И мне кажется, людям очень нравится, когда они что-то достигают. Почему-то боятся конфликтов. Они не ходят в конфликции. Никогда не ходят в сложности. Так я считаю, что... Мы не ходим... Вы всегда мне, пожалуйста, сложности. Нет, мы не просим сложности. Мы убегаем от сложности. Мы говорим, что вы же не надо. Но не бойтесь, они за вас будут бежать. Они так-так. Да. И я считаю, что одна из очень... Ну, это уже вопрос брака. Это уже вопрос неравноправности между мужем и женой. Это... Это мы считаем... Я считаю всегда, что, может быть, я говорила уже об этом, что самое ужасное, что, мне кажется, происходит во всех романах, это что они заканчиваются в момент, когда пара женилась. Я там был на свадьбе, мед пил по усам. Мне кажется, самое ужасное, что происходит для нас. Потому что что для нас... Мы помним. Самое сложное это до свадьбы приходит свадьба и с этого момента все розовое. А мы считаем, что точно наоборот. После свадьбы только все начинается. Жизнь только начинается. И, может быть, тут еще одна вещь, потому что в России понятие, что такое великолепная жизнь, это быть по щучьему велению, по моему хотению, лежать на русской пель, лежать на русской печи, и есть или по щучьему велению, есть или щука, по которым это веление, или золотая рыбка. Кто-то все за меня делает. И вот что такое моя самая хорошая вещь, я лежу на печи. Печи. А мы рассматриваем, что наоборот, что самое хорошее, что ты себя проявляешь. Ты что-то достигаешь в жизни. Это абсолютно противоположно русской психологии. Потому что, когда мы читаем эти все сказки, они у нас что-то... Они у нас откладывают. А соединить нельзя? Чуть-чуть на печи. Так у нас есть, смотрите, у нас есть один раз в шесть дней. Мы лежим на печи. Но это у нас один раз в шесть дней. А шесть дней, это у нас, понимаете, какая цель? Работать, достигать, стараться, бегать. Мы вот такие очень активные. У меня у нас золотая рыбка, а зеленая на печи. И мы считаем, что вот именно цель человека это что-то достигнуть, что-то сделать собой. А не лежать на... Это совершенно против иудаизма. Мне кажется, это тоже то, что очень мешает. Что? Это вот эта психология, что человек, куда человек стремится отдыхать. А в иудаизме нет, мы не стремимся отдыхать. Мы стремимся именно работать. И себя усовершенствовать и возвышаться. Вы сказали, что физическая сторона человека хочет отдыхать, а вот духовная сторона хочет развиваться. То есть, если просто выделите, что есть эти две сути. Сто процентов. А то у него не было выборов, а то у него не было труда. И работы вообще. Если мы только хотели бы работать, у меня не было бы с чем... Это было бы какое-то мое естественное желание и склонность. И брак, это, конечно, усовершенствие человека. Любое усовершенствие это надо выкладываться. С собой по себе это никак не происходит. Пожалуйста, тебе. Потому что он обязан быть замуж за нас, а не мы должны выйти замуж за него. Так если я уже сделаю ему одолжение, за него вышла замуж, потому что он... Я же не обязана была сделать этот факт. Я его, конечно, уговорила. Да. Да, конечно. Я его к этому привела, потому что у меня же есть к этому страсть. Понимаете, мне же нужно это гнездо скидить. Поэтому невозможно меня обязывать за то, что я не обязана. Понимаете, как? А так как он обязан жениться, так он должен нести также за меня ответственность. Понимаете, как это? У нас все очень логично. Я ничего не виновата, ничего не знаю, меня еще потом не возьмут. Я сделала ему одолжение и вышла замуж. Так поэтому они не хотят жениться. Они не хотят ответственности. Они не понимают, куда, в какую лобку. Потому что они тоже не хотят работать. Мне никто не хочет работать. Теперь проблема, что когда-то женщины у них не было вот этой лени, в кавычках, о которой я говорю. У женщин у них это было меньше. А когда нам дали вот это равенство или феминизм, так вот эта мужская лень, она пришла к нам. Понимаете, что произошло? И мы от них заразились. У женщин это было менее. Они нас заразили. Они нас заразили. Вот это минус. Да. Да. Забыте, куда дальше идут? Куда дальше, что мужчины разросли, потому что женщина не хотела или перестала соблюдать? Я в это никогда не верю. Снова, я не могу сказать, что это 100%. Всегда может быть один процент. Но 90%, я не говорю 99%, я говорю 90%, если брак был, если мужчина и женщина имели какое-то общее начало и у них была нормальная жизнь. Потому что, если он вдруг решил, что он хочет заниматься югой. И, понимаете, в моих глазах иудаизм это ничего такого, что не требует и не вмешивается в верхнюю личную жизнь. И он сейчас хочет каждый день полчаса лежать головой вниз и ногами вверх. Никто за счет этого с мужем не разведется. Так иудаизм женщины, понимаете, от семьи требуют еще меньше напряжения. Поэтому я не верю, что женщина разводится с мужем за счет того, что жена. Если он был хороший муж, никто от хорошего мужа не уйдет. А вот поэтому я объясню, потому что она понимает, что для того, чтобы остаться с ним, ей надо соблюдать закон. Что не требует соблюдать в субботу? Всего-навсего. Один день, неделю не работает. Ужас вообще. И соблюдать кашлот, что тоже мне не кажется. Ей не говорится, никто не постится, она может совершенно спокойно есть. Понимаете, что я просто рассмотрю, это какого-то... И в любом случае два человека должны всегда уступать как-то немножко. Не нужно уступать, но как-то ужиться с другим. Он вдруг сейчас увлекается альпинизмом. Он сейчас решил поехать на Эверест. Так она тоже с ним, понимаете, как-то должна жить с этим. Соблюдать закон она много меньше, чем если ее муж решил поехать заниматься альпинизмом. Поэтому надо всегда понять, почему такая вещь произошла. Это может быть, понимаете, как я ему говорю, 10% когда я говорю дети, это максимально, что может быть. В 90% это совершенно было из-за чего-то так было.